Каким бы богатым ни был человек, всегда будут вещи, от которых даже олигарх не сможет откупиться. Жалко Михельсона. Ещё вчера хотел у меня 40 гектаров земли купить, а сегодня ему и двух метров хватает. Самое обидное, что я только перестал ему это выживать. Ну, совместный проект, и то да сё. А сколько ему было? Да моего, твоего возраста. Может, на два года моложе? Ой, пушка будет палить, по залпу можешь посчитать. Пойдём помянем. Да. Прошу? Не буду. Чтобы Сильвестр Сергеев от коньяка отказывался, меня даже смерть Михельсона меньше шокировала. Что случилось? Задумался я. Понимаешь, он коньяк пил такой же, как я, но меньше. Сигары курил такие же, как я, но он успевал одну за вечер, а я две. Поэтому не хочу, чтобы ты за меня через месяц ничего-ка испил. Ты думаешь, его коньяк и сигары умотали? Всем известно, его молодая жена затрахала до смерти. В смысле? Его за пятьдесят лет прокуратура не смогла затрахать? Прокуратура. Прокуратура. Это один раз в месяц и всё, свободен. А тут по восемь раз за ночь. Вот, Сергеечка, ты не выдержала. Восемь раз? Это что ж он ей такое подарил? Франклендские острова? Угу. Завещание показал. А там одних активов на четыреста страниц. Вот она на него как вскочила, так до самого инфаркта и не слезала. О, молодёжь пошла-то, а? И ведь всё по закону. Ведь не подкопаешься. Вон она, вон, смотри. Скоро будет одно из нас. Осталось только документы оформить. А с виду такая тихая, вежливая, умная. Это с виду, божий одуванчик. А сначала юристам позвонила. А уж только потом, в скорую. Эх, ни коньяка и ни сигар надо бояться. А умных жён. Не чокайся. Саль, ты как насчёт попивку? Посидим отделом, расслабимся. По пивку я за. По пивку это то, что нужно? А что мы всё работаем, доработаем. Нужно расслабляться. Ну здорово. Значит, сразу после работы ждём тебя в паре. А, после работы. После работы я не смогу. Да мне там домой надо. Да я и за рулём, куда? Уже? Да. Да что ты сигналишь там? Уже пятый круг делаю. Ну нет мест на этой долбаной парковке. О, уезжает. О, наконец-то. Саша, я всё купила, можем уезжать. Танюш, малыш, подай, пожалуйста, вон ту палку. Сергей, что за позорище, а? Пятьдесят метров проплыл и вылезти не можешь. Таня, подай, пожалуйста, а? Ага, спасибо, спасибо, спасибо. Тяни, тяни. Спасибо, малыш. Спасибо. Спасибо. Да, привет. Сейчас. Танюш, слушай, Миша хочет к нам приехать. Мы фифу с ним поиграем, ладно? Ой, у нас такой бардак. Давай быстренько везде приберём и пусть приходит. Так, ты пол протирай, а я игрушки соберу. Да, Миша, слушай, сегодня не получится. Мы к Таниным родителям сейчас собираемся. Давай в следующий раз. Ага. Так, ну всё, Саша, готово. Нигде не жжёт. А вроде нет, всё хорошо. Отлично. Значит, это крем для лица, а не для ног. Просто этикетка от воды размылась, ничего не понятно. Тань! Папу редко огорчали похороны бизнесменов. Некоторые даже радовали. Но после рассказа Рузенгольда папа занервничал и на всякий случай решил проверить Еву. Если бы я в своё время столько читал, был бы самым начитанным сейчас и самым бедным. Что у тебя там? Сокровищница средневековой поэзии. О, какая в средневековой может быть сокровищница? Там же не у всех на нормальные штаны денег хватало. Вот, знаешь, я тебе кое-что принёс. На. Что это? Сокровищница Сильвестра Сергеева. Моё завещание. Решил, что между нами не должно быть никаких секретов. Красивое. Твоё завещание само по себе можно в завещание включать? Такое толстое. Ну так и я не студент. Накопилось кое-что, на листок точно не поместится. Кстати, половина всего твоя. Я не знала, что ты настолько богатый. Сколько здесь страниц? Не помню. В оглавлении посмотри. Оглавление? В твоём завещании есть оглавление? Я никогда такого не видела. А ты что, до этого много завещаний видел? Нет, вообще ни одного. Ну это как-то просто странно. Недвижимость в России. Плавательные средства. Острова? Ну плавательные средства есть. Что, я мальчик на корабликах без дела кататься? Сахалин? Другой Сахалин. По форме похож. Вот я в шутку и назвал. Но налоговая верит, что я вкладываюсь в Сахалин. Да. Сергеев, меня это не волнует. Надо было больше на рулон больше покупать. Тогда бы никакой дырки не было. А я бы и купил на рулон больше, если бы ты не сказала, что тебе надеть нечего. И мы не купили бы этот дурацкий сарафан. Нормальный сарафан. Да? А что ж ты его не носишь, если он нормальный? Извините, что я вмешиваюсь? Комод-то куда поставит? Подождите, видите, мы решаем. Меня это не волнует. Он будет стоять здесь. Иди, докупай обои. Сама иди, докупай. Накинь сарафанчик и сходи. Спокойной ночи, Танечка. Скорей бы уснуть. Ой, Саш, ладно. Если так сильно хочется, можешь доесть котлеты. Я вообще-то на секс навекал. Саш, ты чего? Блин. Блин, ну, Таня, ну, зачем ты про котлеты сказала? Ну, я только одну. Несмотря на то, что в папином особняке было целых 30 комнат, после того, как Ева заинтересовалась завещанием, он не находил себе места. Ева, а че ты не спишь? Нашла страницу с кроссвордами в завещании и разгадываешь? Нет, я тут читала и поняла. Знаешь, чего тебе не хватает? На? Кладбище. В смысле, зачем? Для завершенности картин. Тогда у тебя будет роддом, садик, школа, завод и кладбище. Люди смогут рождаться, учиться, работать и умирать у Сильвестра Сергеева. Да нет, так себе актив это в кладбище. Я как-то купил сдуру, а потом три года в кадастровую палату спонсировал, чтобы разрешили развлекательный комплекс построить. Ладно, хватит читать. Пойдем спать. Я читала, чтобы не уснуть. Заскучилась по своему субостроителю. Нет, лучше по производителю растительных систем. Так радичнее. Ева, мне надо поспать в другой комнате, чтобы утром позвонить акционерам. Ну, этим, у которых утро, у нас вечер, у них вечер, у нас утро. Американцы, мексиканцы, ганадцы. Вот, 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 международная компания. Да, вот им всем позвонить. Они все будут в этом завещании. Пока. Ты мне что, борщ с собой в пакет налила? Да. Надоело выпрашивать, чтобы ты все контейнеры из офиса домой принес. Держи. Сергеев, я не поняла, а куда это ты смотришь? Куда? Я никуда не смотрю. Я Алешке вон на шнурки завязываю. Иди, иди, сынок, давай. Привет, Танюш. Чем занимаешься? Блин, вот зачем ты понесла телефон в ремонт, который в нашем доме находится? Ты же знаешь, кто там работает. Они берут гопников с района, они телефоны наворуют, потом эти детали тебе вставят. Лишь бы денег с тебя содрать. Что у тебя там вообще сломалось? Динамик у меня сломался, Саш. Теперь все, что ты говоришь, очень громко слышно. Извините. Сергеев, ну ты, конечно... Вячеслав Григорьевич, я хотел попросить вас, вы могли бы не увольнять Филимонова? Почему? Знаете, он неплохой парень. Показатели у него не самые худшие. Он быстро схватывает. Ему просто нужно время. Саша, можно динамик секунду? Да-да. Меня увольняют, поэтому возвращай долг пораньше. Спасибо, что выручил. А, конечно. Хотя, вы знаете, что, Вячеслав Григорьевич, это ваше решение. Вы руководитель, и я полностью его поддерживаю. Привет, Яв. Слушай, можете в кофе коньяка добавить? А тут резинка какая-то грустная. Да нет, не хочу, спасибо. У нас с Сильвестром проблемы. Уже неделю спим в разных спальнях. Слушай, ну ему не 20 лет. Я думала, ты понимаешь, что эта проблема рано или поздно встанет. В смысле, наоборот. Ну, ты поняла. Ну, с этим у него как раз все в порядке. Что он после похорон своего друга стал каким-то дёрганным. Явочка, слушай, ну, сама подумай. Умер его ровесник. Вот он осознал, что уже не молод. Задумался о смысле жизни. Ну, а мне что делать? Надо его встряхнуть. Напомнить ему, что он мужчина. И желательно несколько раз. Ну, как? Ну, как жене встряхнуть собственного мужа? Страстным бурным сексом. Чтобы свечи, кружевное бельё, духи, лепестки роз, музыка, вино, красное полусладкое. Он слизывает сливки из твоей груди. Еле сдерживая стоны, ты впиваешься зубами влюшки. Ну, сальчика. Ну, всё, Тань, всё. Можно было без деталей. Ну, спасибо за совет. Я так и сделаю. Алло. Саш, ты можешь сегодня пораньше приехать? Угу. Да, взбитых сливок купи. Отлично съездили на встречу. Три часа просидели с этими бюрократами. Сань, да пофиг. Главное, что контракт прописали. Кость, нет, ну я правда всё понимаю. Ну, всё. Но три часа. Три. Сергеев, не волнуйся. Мы тебе за парковку скинемся. Сколько там набежало? Триста сорок. О, Танюш, смотри. По-моему, то, что надо, да? По-моему, хорошо. На, примерь. А ты зачем её смяла? Саш, ну я же знаю, как ты вещи хранишь. Тебе гладь, не гладь, ты всё одной кучей в шкаф свалишь. А вот эта, кстати, и мятая неплохо смотрится. Берём. Берём. Ух ты, Танюш, смотри. Носки прям как у меня. Подожди, ты же говорила, что твоя мама мне их специально на день рождения связала. Ну, просто она тогда поздно вспомнила. Таня. Еве настолько понравился план Тани, что она решила не откладывать его в долгий ящик. Ведь она любила папу и была готова ради него на всё. Особенно на секс. Силя, иди ко мне. Я так соскучилась. Его жена молодая затрахала до смерти. Я не знала, что ты настолько богатый. Сколько здесь страниц? Началось. Не началось. Но скоро начнётся. Возьми меня. Ева. Ева, я не могу взять. Я руки не мыл. Мне надо помыть. Я срочно пойду. Руки помыть. Не надо их мыть. Зачем это долго? Давай лучше постигнем акту. Ева, нет. Я три часа переговоров. Это очень нутные китайцы. Малайцы, северные вьетнамцы. Увладеется заводом пароходов. Есть актив, которым он должен регулярно овладевать. Значит, актив овладеет. Восемь раз за ночь. Вот сердечко-то и не выдержало. Напомните ему, что он мужчина. И желательно несколько раз. Все думали, божий одуванчик. А она юристом раньше, чем в скорую позвонила. Мой выдумщик хочет взять это в кабинете? Ну как тут откажешься? Тань, ты стирать сегодня будешь? Да, буду. Отлично. Да, Миш? Тань, у нас молоко закончилось. Больше нет? Или ты считаешь, что это только с моим шампунем работает? А я думал, ты не заметила. А ты заметила? В магазин собирайся. Отпусти трусы, дай надеть. Ой. Куда? Все, не надо. Сюда руку. Паша, просто не надо. Я тебя очень прошу. Не смотри. Я не смогу. Я уже два раза как не могу. Кто-то хочет, чтобы его поуговаривали. Или ждешь приказа от госпожи? Я тебя прошу, ну пожалуйста, ну не убивай меня. Пожалуйста, не убивай меня этим сексом. Прошу тебя, я тебе все отдам. Честное слово, я тебя очень люблю. Все отдам. Псель, ты о чем? Ты как в завещании прочитала. Решила меня убить, как жара Михельсона. А я правда, я правда жить хочу. Честное слово. Псель, ты что, головой об диван ударился? Мне до смерти один секс остался. Все, пусти ты меня. Ты что, думаешь, что я занимаюсь с тобой этим, чтобы тебя убить? Конечно. Ты как в завещании прочитала, хуже небе листала. Вот даже камень расколола. Ну пожалуйста, я тебя очень прошу. Знаешь, что я тебя вообще-то поддержать хотела? Ну раз ты обо мне такое подумал, ты можешь не беспокоиться. Секса у нас с тобой больше не будет. И завещание меня тоже можешь вычеркнуть. Мне от тебя ни копейки не надо. Стойте, елки. Саш, хочу с тобой посоветоваться. Покупать эти сапожки или нет? Таня, ты где же есть сапоги? А, ты еще только вторую бутылку пьешь. А я думала уже третью. Ладно, через часик подойду. Целый месяц папа вел здоровый образ жизни. И еще никогда не чувствовал себя таким несчастным. Ваш кефир, Сергей Александрович. Позвольте напомнить, через 15 минут у вас датсон вальдер. Затем массаж воротниковой зоны и ЛФК. Говорят, в кефире есть алкоголь. Пол процента. Принести еще? Нет. Лучше окочуриться от коньяка, чем захлебнуться кефиром. Я все еще обижаюсь на тебя. Пусти меня. Пусти. Класс. Если ты меня решил убить сексом, то мне тебя оставить нечего. Учти. Ой, прости, солнышко. Ой, вот пока ведь тебя встретил, все надо было. Там фабрики всякие, там заводы разные, банки. Оказалось, дороже себя ничего нет. Представляешь, какая у тебя капитализация. Ты уже извинялся передо мной четыре раза, пять раз словами. Извиняться не надо. Ой, солнышко, я только на минутку не отравлю тебя сигаркой и вернусь к тебе, да? Да. Ну, за здоровье. Космонавт. Ёлочка, я иду к тебе, моя курочка. Хорошо. Продолжение следует...